Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Сегодня пеку очень вкусный хлеб под названием Анадама. Это хлеб новой Англии, хлеб со своей историей. Он очень вкусный, имеет приятный, янтарного цвета мякиш, совершенно не крошится, а готовится очень просто. Этот хлеб замешивается на пшеничной и кукурузной муке с добавлением патоки, имеет очень интересный вкус. Приступаем! Существует много разных версий этого хлеба. Этот рецепт я нашла в книге, который вы видите на экране. Тесто я буду замешивать с помощью тестомеса, но это можно сделать и руками. Первым делом просеиваю муку общего назначения, или можно взять высшего сорта. Также добавляю кукурузную муку, она у меня среднего помола, соль и сухие растворимые дрожжи. Все перемешиваю. Для этого хлеба не подойдет кукурузная мука грубого помола. Можно взять очень мелкого помола, как обычная мука, или же среднего, как у меня. Воду комнатной температуры соединяю с теплым растопленным сливочным маслом, а также добавляю патоку. Существуют разные виды патоки, они отличаются как по вкусу, так и по цвету. Я использую темно-коричневую патоку, на английском это молассис. И те, кто проживает в Канаде или Штатах, вы можете найти этот продукт в разделе выпечки в любом супермаркете. И теперь эту смесь необходимо перемешать до однородности. И кстати, если вы будете замешивать тесто руками, вместо воды комнатной температуры используйте теплую воду. Я буду замешивать с помощью тестомеса, поэтому у меня вода комнатной температуры. Начинаю замес. Первым делом буду замешивать примерно 2 минуты на небольшой скорости, постепенно вливая жидкую смесь. Вливать необходимо очень тонкой стройкой, постепенно. Первые 2 минуты я замешиваю на скорости 2 из 10 возможных скоростей моего миксера. Те, кто будет замешивать тесто руками, вам будет казаться, что тесто очень липкое, и замесить хорошее эластичное тесто почти невозможно. Но не спешите делать выводы. Продолжайте замес и замешивайте 15-20 минут руками, и вы увидите, какой структурой теста вам удастся в конце добиться. Те, кто замешивает миксером, как только ингредиенты соединились, продолжайте замес на средней скорости. У меня скорость 5, еще 8 минут. Если вы погуглите, то вы увидите, что рецептов хлеба Анадама есть очень много, и разные пекари предлагают свой вариант. В этом же варианте, на мой взгляд, хлеб получается просто идеальным. Посмотрите, друзья, каким должно быть тесто. Оно эластичное, приятное, очень мягкое. Руки я смазала растительным маслом, и теперь тесто необходимо в течение 30 секунд немного вымешивать руками, делая шар. Это можно сделать на доске, припыленной мукой, либо вот так вот просто руками, как делаю это я. По истечению 30 секунд тесто кладу в миску, которую я смазала растительным маслом, накрываю пищевой пленкой, и оставлю в теплом месте для подъема на 1,5-2 часа. Все зависит от температуры в вашем доме. Подготовлю форму. У меня форма 23х13х7 см. Это форма для кекса. Конечно, лучше брать форму для хлеба, особенно для кирпичного хлеба. По форму я сбрызнула растительным маслом, и теперь добавляю немного кукурузной муки, и распределяю ее по форме, как по дну формы, так и по бокам. Прошло 2 часа, и посмотрите, друзья, как выглядит мое тесто. Оно хорошо поднялось. Возможно, вам понадобится всего 1,5 часа. Все зависит, какая температура в вашем доме. Рабочую поверхность я слегка припылила мукой, и теперь рукой нажимаю на тесто, чтобы вышел углекислый газ. Вот так. Тесто кладу на рабочую поверхность. И теперь слегка обминаю. Из теста необходимо сделать прямоугольник. Длина прямоугольника должна быть, как длина вашей формы. Начиная с длинного края, тесто постепенно сворачиваю в рулет, и по мере сворачивания, вот так вот прижимаю пальцами. Чуть-чуть сворачиваю, и затем прижимаю пальцами. И так продолжаю делать до самого конца. А в конце хорошо защипываю шов. Хочу отметить, что тесто очень приятное в работе, и абсолютно нет никаких сложностей с ним работать. Кладу тесто в форму, и теперь самое главное, его хорошо расправить. Кладу, кстати, швом вниз. Это очень важно. Теперь обязательно поправьте тесто пальцами, потому что от этого зависит форма и красота вашего хлеба. Форму необходимо накрыть пищевой пленкой, смазанной растительным маслом, масляной стороной, и оставить для расстойки в теплом месте на 30-60 минут. Прошло 45 минут. Этого вполне достаточно для хлебушка. Самое главное, чтобы он поднялся на 2 см выше формы. Духовку я предварительно нагрела до 180 градусов Цельсия. Хлебушек смазывать ничем не нужно, но нужно очень хорошо, обильно сбрызнуть водой комнатной температуры из пульверизатора. Отправляю хлеб выпекаться при температуре 180 градусов 40-45 минут. Мой хлебушек готов, выпекался он у меня 43 минуты. Теперь дам ему остыть в форме 15 минут, а затем можно вынуть из формы. В книге авторы рецепта советуют дать хлебушку остыть примерно 3 часа на решетке, а затем уже можно нарезать. Я немного переусердствовала с кукурузной мукой и добавила ее больше для обсыпки формы, поэтому лишнюю убираю. Ну что, друзья, давайте хлебушек разрежем и посмотрим, какая у него структура. Хлебушек очень мягкий, очень приятный. Посмотрите, друзья, какой замечательный мякиш. Очень хороший. Совершенно не крошится. Вкус очень интересный благодаря патоке и кукурузной муке. Одним словом, готовьте хлеб анадама. Я думаю, он вас порадует. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а также не забывайте подписаться на мой новый детский канал. Ну а я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. До новых видео. Всем пока.